Важная дата для каждого казахстанца. 16 декабря глава региона Айдар Бехсапаров и представители общественности пришли к стали независимости, чтобы поговорить и вспомнить о том, какой ценой она далась нашей стране. Мы знаем, что наши отцы, наши деды сражались за независимость, за суверенитет нашей родины. Это период джунгарского нашествия, начало 20 века, когда лошардинцы, наша интеллигенция также сражалась за независимость нашей родины. В 1986 году на площади Брежнева, тогда она называлась, в Алмате, было мирное шествие молодежи. Это против административно-тоталитарной системы Советского государства, тогда Советского Союза. И с тех пор все постсоветские государства, которые тогда входили в состав Советского Союза, они также требовали своей независимости. В 1991 году эта мечта каждого государства осуществилась. Мечта осуществилась, но целей задач от этого меньше не стало. Казахстан прошел долгий путь, длиной в несколько десятков лет, прежде чем наладить процессы в каждой сфере внутри страны и выстроить дружеские отношения с соседними государствами. 16 декабря 1991 года Конституционный закон объявил о независимости республики. За 31 год мы достигли грандиозных результатов. Поздравляю всех казахстанцев с такой знаменательной датой. Желаю процветания нашему народу. Недавно о благосостоянии казахстанцев Касым Жумартукаев говорил во время расширенного заседания правительства. Хочется верить, что все цели президента поплатятся в жизнь. Дарья Пашмынцева, Александр Янцен, МТРК Аким области Айдарбек Сапаров посетил у Алихановский и Акжарский районы. Первым объектом рабочей поездки стала строящаяся молочно-товарная ферма на 1224 головы в селе Кишки-Николь. Стоимость проекта 5,2 миллиарда тенге. Срок реализации 2022-2023 годы. Комплекс будет состоять из двух коровников – доильного молочного блока с телятником. До конца оплачено все. На сегодняшний день миллиард 300 уже на строительство. Численные строительства потрачены в день и миллиард, которые брали с СПК. Это на оборудование, да? На оборудование, да. Оборудование тоже заключили договор? Да, договор заключили, да. Мы поэтапно оборудование. И уже доставили часть оборудования, часть спутей еще, насилищего потихоньку. Мы идем еще раз начнем. Дальше строительство, молочный блог будет строиться. В мае только начали панировку. Я думаю, завершим к сроку. В Альханском районе молока перерабатывать нет. В Дрехбузе нет. Молоко у вас получается из Главатовского штата, из Петропавловского области, да? Народ покупает. Да, да. Все заканчивается. Вот эти сейчас фермы откроются, здесь еще две фермы, молочно-товарные фермы. Как раз можно молоко перерабатывать, что Кишкинекуле поставить, и будете сами себя обеспечивать натуральным молоком. Какая поддержка нужна, мы со своей стороны поддержим. Далее Ахимобласти посетил центральную районную больницу. Она рассчитана на 61 койко-место. В этом году приобрели медицинское оборудование почти на 16 миллионов тенге. Но необходимость в нем все еще остается. Точно так же, как и во врачах. Сейчас здесь трудятся 139 медиков. В этом году прибыли 10 молодых специалистов, и только половина из них осталась. Подъемное и благоустроенное жилье предоставляются. Но, по словам директора больницы, Причина утечки кадров – нехватки оборудования и необходимости ремонта здания. Больницы уже более полувека. Надо кикучу хотя бы ремонт сделать. Давайте выделим финансирование, посчитайте. В таких условиях работы сложно, поэтому я и врач. Надо создать хорошие условия. Осмотрев больницу, Эдарбек Сапаров лично побеседовал и с молодыми специалистами. Ахимобласти поинтересовался, какая им нужна помощь. Нужна одна или две линзы, устройство по измерению глазного давления. И для точной коррекции зрения нам необходимо несколько аппаратов. Сколько это аппарат стоит оборудование? Автальмологическое. Рабочее место автальмолога порядка 15-18 миллионов должно быть. Давайте, если надо, выделим. Вообще, в планах в Олихановском районе построить новую поликлинику. На данный момент проект медицинского учреждения готов. В целом, вопрос здравоохранения, точнее его развития, здесь стоит остро. Как это так получается? В районе нет родильного дома. Со строительством поликлиники решение этой проблемы будет очевидным. Однако, устранить трудности Эдарбек Сапаров поручил Акиму района и руководителю управления здравоохранения, не дожидаясь нового объекта. Следующий волнующий вопрос поступил от жителей по сфере образования. Ну, такой вопрос не будет, что в школе номер 2, в Ишкинской средней школе, там был часть температурный режим, но, соответственно, не соответствует основному закону. Сами знаете, там проблема с котелой. Эдарбек Сапаров поручил проконтролировать решение этой проблемы Акиму Олихановского района. В целом, таким открытым диалогом олихановцы остались довольны. Школа с большим потенциалом, это у нас самая большая школа, там вместимость до тысячи человек с хорошими результатами по УИНТ и физподготовкой. Ну, и то, что как бы неудобно, то, что именно в школе. Обещаю помочь решить все проблемы, которые являются в районе. Ну, будем надеяться, будем ждать. В селе Талшик Акжарского района Айдарбек Сапаров посетил физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более двух тысяч квадратных метров. Построили его три года назад. Здесь могут заниматься 150 человек ежедневно. В этом году в центре сделали текущий ремонт на 35,6 миллионов тенге. В планах построить хоккейный корт. Глава региона оценил объект и даже сыграл в партию шахмат жителям района отцом паралимпийского чемпиона Александра Герлица. Мы возлагаем большие надежды. Впечатления приятные. Я хотел узнать, каково его мнение о нашем институтурно-оздоровительном комплексе, но он оценил. Когда здесь занимаются маленькие детки, здесь комфортно, уютно, тепло. Посетил глава области и центральную котельную, которую возвели в прошлом году. Проектная мощность – 10,5 гигакалорий, протяженность трассы – 7 километров. К ней подключены 14 соцобъектов и 16 жилых домов. Далее Айдарбек Сапаров выслужил проблемы жителей Акжарского района. Первым за помощью к руководителю региона обратился представитель товарищества Акжар-Су. Наша водонапорная башня в настоящее время изношена на 90%. Если вы поможете в этом и выделите деньги из бюджета на строительство, было бы хорошо. Айдарбек Сапаров сказал, что возьмет этот вопрос под свой контроль и рассмотрит пути его решения. Были у жителей вопросы и по поводу ремонта дорог. Я приехал из села Алхатрик по вопросу асфальтирования дорог между Венегаской и Алхатриком. Этот вопрос я задал. Аким области – это областная дорога, а деньги должны выделяться с республикой. Мы, несмотря на это, сказали, что поможет. Начнем строительство. Деньги выделим, начальные деньги выделим с области. Я этим доволен. Провести такие встречи Аким Североказахстанской области планируют жителями всех районов до конца года. Анастасия Кузнецова, Александр Янсен, МТРК. Один год, 11 месяцев, три дня. Книгу под таким названием сегодня презентовали в областной библиотеке имени Сабита Муканова. Ее автор Ермуханбет Куандыков. Он один из активных студентов-организаторов декабрьского восстания 1986 года в Алматы. Тогда студент истории Казахского государственного университета имени Кирова вывел молодежь на площадь Брежнева. Выходя, мы вообще-то ставили вопрос о языке, оно до сегодняшнего дня, и сегодня оно остается актуальным. Проблема языка. Я стал, то есть в центре внимания из-за того, что я задал вопрос человеку, который проводил спортсобрание, что будет с казахским языком, придя человек с другой стороны, который не знает ни культуру, ни менталитет нашей страны. Я спросил, станет ли наш родной язык казахский мертвым. Он сказал, да. А после этого арест и один год, 11 месяцев, три дня тюрьмы. Эти цифры сейчас выбиты крупным шрифтом на его книге, в которой описываются события без красок и выдумок. Только то, что было на самом деле в декабре 1986. На создание книги ушло около двух лет. Сначала он писал об этом в соцсетях, а после решил запечатлеть факты для будущих поколений в книге. События цикличные, что скажет активист нашему поколению, которое сегодня выбирает путь немолчания. Человека может из вытащить трудных ситуаций, в которые человек в жизни будет попадаться, не обязательно за колючие проволоки. Его может вытащить только его ум и образование. Выходить, требовать свои права – это нормально. Мы должны разговаривать, потому что это наша общая страна и общие цели. В презентации книги приняли участие североказахстанцы, которые проявили свою гражданскую активность в декабре 1986-го. Поташ Кожимов в те времена служил прапорщиком одной из воинских частей Степногорска. Были хорошие перспективы повышения службы, учебы на факультете журналистики, но и также свое видение положения страны. Мы, как военные, не привыкли обсуждать решения командования. Но, к сожалению, когда узнали, что в Алма-Ате люди вышли, а командир части заявил, что выходила казахская молодежь, людей, которые не казахской национальности, врывались в квартиры, из балкона выкидывали. Понятно, я как-то не поверил и возразил, мне указали на мое место, но у меня такой характер был немножко тогда вершистый. Я стал агитировать, листовки писать. Это тоже принесло свои последствия. Восстановился в учебе Поташ Кожимов только через 8 лет, окончил университет и стал впоследствии профессионалом-журналистом. Сегодня все эти свидетели событий декабря 1986-го года желают лишь одного. Чтобы подобные эксцессы не повторялись. А если трудностей избежать не получится, держать голову, не ломаться духом и быть образованными. Анастасия Кузнецова, Вадим Мудерисов, МТРК. Так рождалась суверенная страна. Интеллектуальная игра под таким названием состоялась в областной детско-юношеской библиотеке имени Габита Мусрепова. Ее приурочили ко Дню независимости Республики Казахстан. В интеллектуальной игре приняли участие студенты первого курса колледжа Северказахстанского университета. Молодым людям будет предоставлена возможность проявить свою эрудицию, внимательность, смекалку, сплоченность коллектива, в ходе которой они будут отвечать на вопросы по истории, культуре, географии, литературе. Данное мероприятие проводится в первую очередь с целью патриотического воспитания, формирования у подрастающего поколения, у молодых людей знаний об истории Республики Казахстан. Основной закон Республики Казахстан – количество городов Казахстана. Ребята разделились на команды. Первыми испытания прошли капитаны. Потом участники игры начали искать ответы на вопросы ведущей вместе. 16-летнему Владимиру Мусиевскому нравится изучать историю Казахстана. С разделом про независимость он хорошо знаком. Особо не было много людей, которые набрались бы смелости, возглавить какое-либо государство. Но наш первый президент решил это сделать, этот первый шаг. И все-таки в 90-м году он подписал декларацию о независимости Казахстана. А 16 декабря 1991-го все-таки объявили о независимости. Победители интеллектуальной игры ушли домой с наградами. Таря Пашмынцева, Ринат Шамшуддинов, МТРК. Игры по хоккею с шайбой на Кубок Акима области стартовали в Северном Казахстане. Приурочили турнир ко Дню независимости. В этом году участвуют 9 команд из Петропавловска, Есельского, Казалжарского района Макжана Жумабаева имени Габита Мусрепова. Играют на этом чемпионате только любительские команды. Первая встреча прошла между двумя Петропавловскими командами. Они не в первый раз встречаются на льду, потому знают тактику друг друга. Сначала о встрече преимущество было у команды Петропавловск-2. Они играют в форме темного цвета. Не просто пришлось со второго периода. Их вратарь получил травму, а замены не было. Играли с пустными воротами, но при этом голы забивали активно. К концу встречи вратарь вернулся к своим воротам. Соперники после этого закинуть шайбу уже не смогли. Итоговый счет 7-12. В прошлом году чуть-чуть не дотянули до тройки призеров. Четвертое место заняли. В этом году, естественно, есть планы результат улучшить. Пока начали с победы. Состав очень неплохой в этом году. Команды хорошие. То есть, я думаю, всем будет интересно поиграть. Игроки разделены на три подгруппы. В каждой по три команды. Следующий тур пройдут только по две лучшие. Следом на лед выходят команды из Есильского и района имени Гавита Мусрепова. Непримиримые соперники встречаются в третий раз. В неделю мы проводили по пять тренировок. Это не только физическая подготовка, но и отработка тактики. Мы верим в победу. Будем бороться за Кубок Акима области. Вход на игры за Кубок Акима области бесплатный. Стоит отметить, много новых любительских команд появилось в регионе с открытием хоккейных кортов в районах. За последние пять лет построено шесть крытых хоккейных кортов. Также продолжают строительство еще два крытых хоккейных корта. Это в районе Таиншинском районе и в Айрталском районе. Также мы для популяризации в спортивной школе-интернат-колледже открыли отделение хоккея. На сегодняшний день там учатся более 30 детей, которые занимаются хоккеем шайбы. Также хотелось бы отметить, что в этом году молодежную сборную команду Казахстана вызваны наших два игрока. Это Мухаммадеев Данил и Калиниченко Михаил. Финал игры на Кубок Акима области пройдет в марте следующего года во Дворце спорта. Главный приз, медали, сертификат на 300 тысяч тенге и, конечно, сам Кубок главы региона. Агирим Хамзина, Ринат Шамшудзинов, МТРК. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!